При всех своих, скажем так, левых убеждениях, ты сообщил о том, что в Аренатовой юности была западная музыка, у нас не было вообще никакой. Сейчас ты сказал, что все были пьяные. Потом ты сказал, что выехать с границы мы не могли, и радость прошла мимо. Ты скажешь, ну вот смотри, три пункта как минимум ты сам перечислил, и при этом ты у нас коммунист. Как только может быть? Ну коммунист в самом широком смысле этого слова. Что же такое у тебя? Может у тебя диссонанс, некогерентное сознание, обессии? На мой взгляд, любая страна, она проходит разные этапы развития. Как и человек. Ну, любая аналогия ложна, но тем не менее. Ребенок, подросток, там молодой человек, взрослый. Мы жили в подростковом Советском Союзе. Там был ряд недостатков. Являются ли эти недостатки неустранимыми? На мой взгляд, это легкое. Поводом, чтобы его убить. Да. Оно мне все время, картина все время одна. Вот вы нам объяснили, что вы живете в сарае. Мы говорим, ну да, живем в сарае. По бедности, может, еще что-то не сложилось у нас вот там с джунглями, пальмами, мальдивами. Ну, не сложилось. И что нам делать? Задаем мы вопрос. А наша самопровозглашенная интеллигенция объясняет, это все надо сломать. Да, говорим мы, да, давайте. Вот, едет стенобитная машина, там этот, как его, подъемный кран, на нем чугунная баба висит на тросу. Раскачивают, и наш сарай в щепки просто расшибает. А где мы будем жить? Жить вы будете во дворце, говорят они нам. Мы говорим, а из чего дворец строить? А вот из этого, говорят они нам. Вот они наши доски, щепки, только все поломанные уже. И дальше давайте сколотим, и получится дворец. Так это и дальше наши люди спросили, так это что же, получается, нас обманули? А эти говорят, да, да, вас обманули. Так, нельзя, еллы-павы. Ну, нехорошо получилось. Были недостатки? Были, естественно. Их можно было устранить совсем другим путем. Не надо дом зажигать для того, чтобы зимой согреться. Угу.